Здравствуйте, в эфире рынки, в студии Константин Бочкарев. В этом выпуске обсуждаем динамику цен на золото в контексте того, что Китай, а именно Народный банк Китая, продолжает наращивать запасы этого драгоценного металла. Также поговорим об отчетности ритейлеров. Фикс прайс все-таки разочаровывающий данный, как полагает Валенка Капитал, представил или нейтральный, о чем пишут Велес Капитал. И сейчас пару слов о настроениях на мировых биржах. Настроения в Азии все-таки умеренно негативные. Да, в плюсе Индия, но при этом Япония снижается на процент на фоне стабилизации курса японской иены после заявления Минфина. И вместе с этим данные ПВП, пересмотренные Японией за второй квартал, оказались хуже прогнозов аналитиков, 4,8%, ожидали 5,5%. На фоне этого может быть фиксация. Китай, видим то, что в Гонконге сегодня из-за непогоды торги не проводились. Если взять материковый Китай, индекс CSI 300 минус 4,5%. За неделю, кстати, по-моему, Гонконг, материковый Китай, здесь потери порядка 1%. В выходные, напомню, будет опубликован индекс потребительских цен, индекс цен производителей, в общем, инфляция. И если брать фьючерсы на американские фондовые индексы, плюс 0,2%. Америка, кстати, накануне снизилась. Вообще, текущая неделя может закончиться для индекса S&P 500 снижением на 1,5%. Для NASDAQ на 2%. Apple второй день подряд продают. За два дня минус 6,5%. 12 сентября Apple презентует 15 айфон. А пока инвесторы отыграют как раз возможное ограничение на использование айфона в госучреждениях чиновниками КНР. Это все есть. И вчера индекс китайских акций Golden Dragon Index в Нью-Йорке упал на 4%. Ну, это, собственно, настроение в Азии, настроение в США. Мы с вами поговорим о рынке драгоценных металлов. Напомню, что золото за эту неделю теряет 0,7%. А то с начала года металл, несмотря на сильный доллар, несмотря на повышение ставок, плюс 6,5%. Я вам представляю Бориса Красноженова, начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка. Борис, доброе утро. Давайте поговорим о ценах на золото. Потому что накануне где-то удивила статья, или, может быть, она не удивила, это вполне закономерный тренд, то, что Китай десятый месяц подряд наращивает запасы золота. То есть продолжает идти по пути диверсификации, отказываясь частично, может быть, от доллара. За август месяц мы видим примерно 29 тонн металла купил Китай. Общая резерва или запасы золота у Народного банка Китая 2165 тонн. Получается, с ноября прошлого года, когда покупки возобновились, 217 тонн, соответственно, приобрели. Что вы об этом думаете? Вот многие уже говорили о том, что вроде бы спрос на металл со стороны мировых центральных банков будет ослабевать. Когда это произойдет? Случится ли? Ну, совершенно правильно отметили, центробанки являются одной из основных движущих сил на покупку физического золота. Пока мы видим, что банки наращивают свои покупки. Это, прежде всего, банк Китая. Понятно, не будем, наверное, сейчас обсуждать, сколько реально золота у Китая, но, скажем, консенсус среди экспертного сообщества говорит о том, что несколько тысяч тонн Китай просто недопоказывает, охраняя, скажем, на другом счету. Но, в любом случае, Китай активно покупает золото. И вообще, в мире, кстати, за первое, если смотреть статистику официально за первое полугодие, то покупки золота центробанками за первое полугодие именно были максимальными с 2000 года по оценке Мирового Золотого Совета World Gold Council. Они начинают вот именно статистику с этого момента. А в целом, вообще, происходит интересная вещь. Ее заметили уже ряд экспертов. Что, исторически, было два больших центра по покупке золота, такие хабы. Это, ну, понятно, западный и восточный. Западный представлен, разумеется, Лондоном как основным торговым хабом и Швейцарией как основным хабом по Афинажу и непосредственно по физическому золоту. То есть, это второй после Лондона. И исторически происходило следующее, что когда был так называемый бычий рынок на золоте, то из Азии покупали, скажем, золото на западе. Когда был медвежий рынок, то, наоборот, западные, скажем, структуры продавали золото в сторону Азии. Сейчас мы получили очень интересный момент, что золото, в общем-то, если мы берем, вы правы и правильно сказали, что рост 6,5% с начала года. А если посмотреть с конца прошлого года по первое полугодие этого года, то где-то 17% был рост. И что удивительно, Швейцария и, соответственно, Лондон оставались нетоэкспортерами. То есть, рынок был бычий, они, по идее, должны тут на покупке стоять, а они, наоборот, продавали. Соответственно, возникло мнение, что, возможно, это первая индикация того, что Запад в определенном смысле теряет контроль над ценой золота. И основной движущей силой становятся именно Центробанки, включая Китай, Турцию, а также определенные, ну, скажем, частные спросы из Турции и Китая. Но здесь возникает вопрос. Если Центробанки, вот последние, там, с осени прошлого года, это основной спрос на золото, и именно это объясняет, почему золото игнорирует и стабильный доллар. Мы видим, что индекс доллара, ну, с начала года процент щедрости прибавил. Мы видим, что доходность двухлетних казначейских облигаций США с начала года выросла на 50 байсных пунктов. Десятилеток, по-моему, на 40 байсных пунктов. Соответственно, вот этот стабильный спрос на золото страны Центробанков объясняет, почему эти негативные факторы игнорируются. То возникает вопрос, собственно, покупки Центробанков продолжатся или все-таки они пойдут на обыль? Потому что вот другие мировые ЦБ, некоторые считают, что уже скоро покупки завершатся. Если брать Китай, то 10 месяцев он покупает, такое же, по-моему, было в 2019 году или в 2016. То есть, в принципе, вот уже покупки в значительной степени произошли. Ну, здесь действительно есть несколько мнений. Давайте свое представлю. Я считаю, что покупки не закончатся, потому что немного меняется роль золота как такового в мире, на мой взгляд. И вообще меняется немножко денежно-валютная, скажем, система. Все-таки золото было некой прокси на доллар очень долгой и определенной прокси на реальную процентную ставку в Соединенных Штатах. Кстати, которая тоже оставалась, в общем-то, почти стабильной с конца прошлого года до середины этого года. Несмотря на это, мы видели, что цена золота растет. То есть, по моим ощущениям, золото начинает играть большую роль, скажем так, в торговых отношениях между странами, прежде всего, так называемого, развивающегося мира. Ну, не будем спекулировать на том, там, станет ли какое-то золото играть роль в каком-то золотом стандарте или частично, в валюте БРИКС и так далее. Но факт остается фактом, что роль золота в международной торговой системе начинает, похоже, возрастать. Центробанки, скажем, страны, развивающихся, ну, скажем, блока восточного, продолжают наращивать его покупки. Ну, то есть, скорее всего, тренд будет развиваться в эту сторону, на мой взгляд. А что мы в итоге получим? То, что металл уже не выглядит дешевым при таких высоких ставках, не знаю, трежеры с реальных процентных ставках в США. То есть, это, получается, будет такая стабильная история, где вот сильного пролива цен пока не ожидается. А если там будет, не знаю, кризис в мировой экономике или снижение ставок в США, тогда вот мы можем идти выше 2000 долларов металл. То есть, это история про парковку, в том числе, активов для инвесторов? Абсолютно здесь с вами согласен. Я говорил уже многим, что если верить за глобальным центральным банком, который считает, что точка разворота по ставкам в США будет следующим летом, чем ближе мы движемся к этой точке, тем более привлекательно, по крайней мере, с западной стороны будет смотреться золото. И, в общем-то, сейчас золото нельзя сказать, что оно очень дорогое. Мы все равно находимся в районе многолетней и средней 1900 долларов за аукцию. Опять же, в США сейчас, в ближайшие 12 месяцев, надо рефинансировать где-то 30% госдолга. Там оценки, по-моему, в районе, плюс 3 триллиона нового долга, там где-то 11 триллионов оценка на следующие 12 месяцев. Плюс еще надо платить проценты по существующему долгу, а они высокие. То есть, по логике США надо разворачивать ставку, скажем, на горизонте 9-12 месяцев. Поэтому золото, в общем, имеет хорошие перспективы. Я думаю, что 2000 мы будем проходить где-то. Хорошо. Рынок почувствует, что это реально. Есть еще рублевая или валютная составляющая, динамика пары доллар-рубль. Но это отдельная тема. Если брать российских золотодобытчиков, что о них думаете? Полюс, Селикдар, конъюнтура стабильная в рублях, золото даже еще лучше выглядит. Есть ли у вас фавориты, если так выбирать между золотом и акциями золотодобывающих компаний? Что бы вы выбрали? Может быть, даже Ньюмонд Майнинг, Фрипорт Макморан? Ну, если я говорю о физическом инвесторе, индивидуальном, то, наверное, я всегда говорил, стоит как-то разделять свои вложения между физическим золотом и акциями. Физическое золото, оно всегда хорошо, потому что это абсолютный актив, который вы держите в руках. Это не бумажное золото, это не какой-то дериватив, ETF, это не акции, с которыми может случиться, и они могут двигаться по той или иной траектории. Если говорить все-таки о каком-то выходе на фондовый рынок через золото, то у нас пока, к сожалению, выбор небольшой на российском рынке. Действительно, Полиус, Селегдар, Полиметалл. Но кейс Полиметалла, понятно, немного запутан сейчас из-за истории среды мицелляции. Кейс Селегдара, он интересный, хороший, качественный, но он не столь ликвидный, если с точки зрения акций. А Полюс это единственное, действительно, то, что остается качественно, это, на мой взгляд, такая бумага для инвестирования. Плюс они показали стабильные, хорошие результаты, снизили прогноз по себестоимости, то есть себестоимость будет еще ниже. Они и так фактически лидеры в мире. Поэтому, наверное, мой выбор между Полюсом и, разумеется, надо держать физическое золото. Спасибо, с нами был Борис Красношенов, начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка. Мы обсуждали последнюю статистику по Народному банку Китая, который продолжает покупать золото. А теперь обсудим отчетность компании FixPrice за второй квартал. Итак, накануне индекс Мосбиржи почти 2,5% потерял. При этом акции, мы видели, FixPrice в моменте порядка 2% прибавляли, но снизились в итоге на 4,5%. Эту отчетность, вообще ситуацию в ритейле, давайте обсудим с руководителем отдела аналитики потребительского секторов «Ренессанс Капитал». С нами Кирилл Панарин. Кирилл, я вас приветствую. Добрый день. Горячие дебаты идут по поводу отчетности FixPrice. «Велес Капитал» пишет о том, что результаты нейтральные. Элвис Марламов из «Аленка Капитал» наоборот пишет, отмечает то, что бумага там показалась в плане отчетности, ну, буквально вот с худшей темпой роста в секторе. Вы как оцениваете результаты FixPrice? С начала года бумага, кстати, расписки подорожали на 2,4%. Да, я в целом описал бы результаты, как ожидаемо слабые. Слабые, они достаточно слабые по двум причинам. Первое – это, собственно, замедление роста выручки до всего лишь 1%. При этом сопоставимые продажи без учета открытия новых магазинов снизились на 8% из-за падения трафика. В целом это давление на продажи происходит из-за слабой потребительской обстановки, которая имеет больший эффект на непродовольственные товары. У FixPrice на них приходится более 70% продаж. Плюс низкая инфляция также оказывает давление. Соответственно, это первая причина. Вторая причина, почему я бы сказал, что результаты слабые – это снижение рентабельности. Дело в том, что инфляция по затратам сейчас догоняет как раз-таки прошлогоднюю высокую инфляцию на полке. Плюс ситуация на рынке труда для сектора достаточно сложная. Присутствует нехватка предложения, поэтому зарплаты растут опережающими темпами. И этот рост затрат накладывается на отсутствие роста продаж. У FixPrice, по сути, в результате рентабельность снизилась на 2,5% пункта по сравнению с прошлым годом до 13%. Поэтому в целом тренды у компании достаточно слабые в моменте и по выручке, и по рентабельности. Что, собственно, рынок и ждал, но цифры, которые компания показала, все же оказались немного ниже наших прогнозов примерно. Кирилл, а как быть с комментарием, который прямо в отчетности прозвучал, что в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией потребительские настроения по-прежнему находились на низком уровне, и покупатели продолжали ограничивать незапланированные траты, особенно на приобретение хозяйственных мелочей. Ведь, ну, пускай даже инфляция нагоняет полку с товарами, но ведь, в принципе, доходы населения, они стабильны, где-то даже растут на фоне рекордно низкой безработицы, на фоне бюджетного стимула. Вот потребители, вот если брать результаты других ритейлеров, видна ли вот эта слабость российского потребителя, наметившаяся? Или это исключительно история FixPrice, не продовольственные товары? Нет, нельзя сказать, что это история FixPrice, это история всего сектора, да, обстановка потребительская сложная во всем секторе. Да, действительно, инфляция сейчас низкая, и реальные доходы вернулись к росту, но, несмотря на это, потребители остаются в режиме экономии. Поэтому, в целом, в индустрии растет доля промо, растет ценовая конкуренция, и поэтому давление на рентабельность – это тема актуальная для всего сектора, не только для FixPrice. Интересно, потребители в режиме экономии. А вот если посмотреть на инфляцию, потому что многие сейчас волнуют судьба ключевой ставки, и есть ожидание, что на 50 или даже 200 басных пунктов Банк России ее повысит 15 сентября. А вот сегодня, кстати, в России индекс потребительских цен за август месяц выйдет, инфляция может достичь локального такого пика весной или в первом полугодии следующего года. Что думаете про инфляцию, вот глядя на отчеты ритейлеров и ее рост поддержат ли в ближайшие кварталы данный сектор? Я думаю, что инфляция, конечно, будет постепенно ускоряться, но возникает вопрос, в какой степени ритейлерам удастся перенести эту инфляцию на потребителей. Потому что если мы говорим даже о последних кварталах, последних отчетностях, инфляция была около нулевая, при этом у некоторых, у ряда компаний инфляция на полке была даже ниже. В продуктовом ритейле у компаний была дефляция на полке во втором квартале. Поэтому, наверное, это может поддержать рост в целом по сектору, но не факт, что это в достаточной степени поможет нарастить выручку и убрать это давление на рентабельность. Но в этом контексте я бы заметил, что, как было и раньше, в сложной потребительской обстановке лучше других себя чувствует продуктовый ритейлер, ритейл, потому что люди меньше экономят на продовольствии, и лучше себя чувствуют крупные компании, у которых сильная финансовая позиция, которая помогает им увеличить долю рынка. И в этом контексте неудивительно, что лучше других результаты в последние кварталы показывали лидеры рынка X5 и Magnit. Хорошо, мы к ним сейчас еще подойдем. Велес Капитал ожидает, что результаты группы фикс-прайса улучшатся. Это должно произойти уже во второй плане текущего года. Наши рекомендации для расписок фикс-прайс покупать. Аленка Капитал при этом пишет, что да, вот эти худшие темпы в секторе по росту, но при этом в два раза дороже компания стоит, чем X5 или Magnit. Я так понимаю, что по мультипликаторам. У вас какая рекомендация? Переоценен ли фикс-прайс с оглядкой на эту отчетность? У нас рекомендация держать. У нас нейтральный взгляд на бумаги компании. С точки зрения целевой цены бумага сейчас торгуется немного выше нашей оценки справедливой стоимости. В целом, я частично согласен с обоими высказываниями. В том плане, что, скорее всего, результаты компании будут постепенно улучшаться. Самый сложный период, период высокой базы, он уже позади. Но даже несмотря на вероятное улучшение и роста выручки, и меньшее давление на маржу, бумаги фикс-прайс действительно торгуются примерно в два раза дороже по мультипликатору EV и беда по сравнению с Magnit X5. И при этом предлагают доходность свободного денежного потока всего примерно в 6-7% в ближайший год. Два против двузначной доходности у лидеров продуктового ритейла. Лидеры от Magnit X5. Вот здесь какое-то одно имя выбираете? И кто фаворит? Честно говоря, сложно выбрать одно имя. Я бы сказал, что с точки зрения фундаментальных показателей Magnit выглядит интереснее. Все еще, да. И торгуется с доходностью свободного денежного потока в 10-13% в этом году. Что немного выше, чем у X5. Но при этом, если говорить про X5, то не исключена возможная редминициляция компании в связи с недавно вышедшим законом об экономически значимых компаниях. Пока ясности в этом вопросе нет, но вероятен рост акций в случае возможного переезда и, соответственно, возвращения компании к выплатам дивидендов, которые в текущей структуре невозможны. Поэтому здесь есть плюсы и минусы инвестиционного кейса у обоих имен, но нам обе компании нравятся с точки зрения оценки и их результатов. Кирилл, а с точки зрения повышения ключевой ставки в России, она сейчас 12%, кто-то говорит, что может быть 13-14% и мы с ней будем жить до середины следующего года. И вот снижение индекса Мосбиржи на высоких объемах вчера некоторые связываются с фиксацией прибыли, оглядываясь на распродажу на рынке корпоративных облигаций, госдолга накануне. Я вот подвожу к тому, что высокая ставка не убьет инвестиционные кейсы вообще в акциях, в тех же самых ритейлерах? Безусловно, она должна оказать давление на эти кейсы, просто даже с точки зрения справедливой оценки и стоимости капитала, которая к этому применяется. Поэтому, опять же, подчеркну, что важно в присутствии этого давления на рынок в целом выбирать компании, которые будут показывать лучшие результаты и более стабильно себя чувствовать, чем другие компании в секторе. Поэтому даже в ритейле, если будет давление на сектор, можно всегда выбирать какие-то парные торги, покупать одну акцию, шортить другую. Кирилл, у нас 20 секунд где-то остается. Вот есть ориентиры по инфляции? Я понимаю, что вы не макроэкономист, но тем не менее, кто-то ждет 6,5% на конец этого года или 7,5% в следующем году. У вас есть ориентиры? Исходя из той отчетности, которую вы видите, коротко очень. Я думаю, что примерно в этот диапазон мы и метем 6-7%. Тогда, может быть, ставки 12-13% будет более чем достаточно. Спасибо за экспертизу. С нами был Кирилл Панарин, руководитель отдела аналитики потребительского ТМТ секторов «Ренессанс и капитал».